КОАЛИЦИЕ СЕЛЬСКИХ НПО Сегодня общественниками было предложено объединить сельские неправительственные организации страны для эффективного развития сектора. Это предложение было озвучено на заседании Общенациональной коалиции демократических сил в Казахстан-2050. У нас есть много программ птицеводства, животноводства, фермерства. А что с образованием фермеров? А что со здоровьем фермеров? А что с культурой на селе? Но при этом мы хотим объединиться и на агрофоруме. Будет специальное пленарное заседание 25 октября, где мы создадим такую коалицию. И как раз таки, пользуясь присутствием партии АО, хотелось бы объединить усилия. В Астане состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Члены АНК, деятели науки и культуры и депутаты парламента обсудили послание главы государства народу Казахстана. Они отметили, что ключевая цель поставленных президентом задач это рост благосостояния казахстанцев. Во время заседания Совета АНК участники также рассмотрели задачи, стоящие перед Ассамблеей народа Казахстана по реализации послания. Результатом этого заседания стало принятое обращение Ассамблеи народа Казахстана в поддержку послания. Документ призывает всех граждан сплотиться ради достижения целей строительства государства национального благополучия. Совет Ассамблеи народа Казахстана, надо сказать, очень заинтересованно, очень глубоко. Члены Совета Ассамблеи народа Казахстана говорили о разных аспектах реализации послания. Было интересное предложение о том, чтобы обязательно подключить Ассамблею народа Казахстана к взаимодействию с Министерством внутренних дел в рамках реформы полицейской деятельности, о которой говорил глава государства. У нас такой опыт работы есть, совместной работы с Министерством внутренних дел. И вот мы сейчас решили, что мы попробуем разработать план совместных действий с МВД. Госаппарат страны должен быть ориентирован на потребности граждан, отметил Нурсултан Азарбаев в своем послании народу. Глава государства поручил разработать программу руководитель новой формации, вести специальные курсы переподготовки при назначении на руководящей должности. Как эту работу планируют проводить в регионах, узнаем прямо сейчас с нами на прямой связи директор Североказахстанского филиала Академии Госуправления при президенте страны Лаура Кайржанова. Лаура Советовна, добрый день. Скажите, вы как-то анализировали эффективность работы госслужащих региона, насколько необходима оптимизация их деятельности? Добрый день. Глава государства в своем послании поставил задачу о том, чтобы подготовить программу Академии совместно с Азарбаев университетом по руководителю новой формации. Для этого у нас есть квалифицированный кадровый профессор и преподавательский состав, у нас есть IT-специалисты, опытные старшие методисты. То есть эту работу мы будем проводить. Да, по поводу государственных служащих мы анализировали. Их волнуют те же проблемы, которые озвучил Ельбасы в своем послании. Это проблемные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, проблемы здравоохранения, образования, доступное жилье, низкая заработная оплата. Для этого в наш... Да. Можете продолжить? Вот такой вот вопрос еще, Лава Советовна. Да. Вот такой вот вопрос. Насколько мне известно, в Североказахстанской области сейчас внедряется новая система оплаты труда. Могли бы вы немного об этом рассказать? По какому принципу будут работать госслужащие? В нашей Североказахстанской области с 1 января 2018 года в департаменте агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Североказахстанской области введена факторно-бальная шкала. Заработная плата у сотрудников увеличена в два раза. При этом этот опыт будет распространяться с 1 января 2019 года на все госорганы. Здесь будут учитываться три фактора. Первое – это соответствие уровню тех компетенций, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей. Затем уровень сложности, степень сложности для выполнения прямых обязанностей и степень ответственности руководителей, а также государственных служащих. Спасибо большое. С нами на связи была директор Североказахстанского филиала Академии госуправления при президенте страны Лаура Каиржанова. Ну а мы продолжаем. Зарубежным бизнесменам презентуют преимущества МФЦА. В столице сегодня проходит День инвесторов. Эксперты из Великобритании, Франции, Италии и Австралии рассказывают, как и куда вкладывать деньги. Подобная конференция впервые проводится в Эстонии. Особый акцент организаторы делают на образовательную часть. Так спикеры делятся некоторыми правилами, которые помогут повысить инвестиционную грамотность. Правила, которые мы создали, очень похожи на правила, которые существуют в других странах. В Гонконге, в Сингапуре, в Лондоне, в Дубае и так далее. То есть, когда инвестор приходит сюда, он в принципе понимает, как нужно работать. Он в принципе понимает, какая структура фонда может быть. Он в принципе понимает, какие правила игры, когда он будет инвестировать здесь. Британские эксперты обсуждают послание Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Глава Британа Казахского общества Руперт Гудман считает важной идею создания фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор, который будет осуществлять свою деятельность по принципу соинвестирования с иностранными партнерами. Отмечу, Британа Казахское общество поддерживает Астану в торгово-экономических и культурных инициативах. Программа «Дорожная карта бизнеса» продлят до 2025 года. Такое поручение дал глава государства в своем послании. Президент отметил, что лично убедился в ее эффективности в рамках своих поездок в регионы. На реализацию госпрограммы будут выделены дополнительные средства. Надо дополнительно предусмотреть не менее 30 миллиардов тенге ежегодно на ее реализацию. Вы помните, программа поддержки бизнеса 2020. Это позволяет за три года дополнительно создать не менее 22 тысяч новых рабочих мест для наших граждан, даст 224 миллиарда тенге налогов в бюджет и 3 триллиона тенге производства продукции. Денежные гранты и бонусы для развития собственного бизнеса получают монгоставские предприниматели. В регионе успешно стартовал социальный проект «Янбек». Новая бизнес-идея обсудила комиссия. Кто стал победителем конкурса и на что пойдут средства, узнала Динара Нургалиева. Принято считать, что швейное дело не для мужчин. Однако Галамжан Алиев успел зарекомендовать себя на этом рынке. Мужчина успешно защитил свой проект. В скором времени он планирует запустить цех по пошиву мужских костюмов. Имея на руках годовалого сына, Галамжан изначально решил выстраивать семейный бизнес, чтобы позже передать его детям. Мы с женой провели анализ рынка, посмотрели все магазины и ателье. Такого в области пока еще нет. Мы будем первыми. У меня есть мастер. Будем обучать людей швейному делу. Социальный проект «Янбек» впервые начал свою работу в Мангистау. Но реализацию выделено 12 миллионов тенге. Комиссия решила распределить 50 грантов по всему региону. Поступило порядка 70 заявок из пяти районов области, а также городов Актау и Жанаузен. Каждому предпринимателю предоставляют не более 100 МРП. Это 240 тысяч 500 тенге. Это безвозвратные грантовые средства на поддержку и развитие. Поэтому сумма хоть и небольшая, но я думаю на одного, на двоих, на троих человек можно обеспечить работу. То есть закуп оборудования минимального. И что интересно, очень большой интерес со стороны населения. Несмотря на небольшую сумму, Галамжан Алиев хочет нанять людей. Они обучатся швейному делу и получат постоянный заработок. Динара Нургалиева, Рина Дусалиев, Магисталская область, Хабар, 24. Напомню, по 100 миллиардов тенге ежегодно будут выделять в Казахстане на развитие агропромышленного комплекса. Такое поручение дал глава государства в своем послании народу Казахстана. Дополнительные средства направят на повышение эффективности господдержки АПК, развитие аграрной науки и образования и других приоритетных направлений. Также поручено привлекать транснациональные компании активнее развивать экспорт и продолжать совершенствовать земельное законодательство страны. Основная задача – увеличить производительность труда. Экспорт переработанных продуктов сельскохозяйства в 2,5 раза увеличить к 2022 году. Наш новый министр Омурзак Истович взялся за это, предложил программу. Надеемся, это будет выполнено. Все меры господдержки надо направить на привлечение современных агротехнологий. Новые технологии на рисовых полях. В Алматинской области сейчас полным ходом идет уборка риса. С гектара собирают по 41 центнеру. Большую часть отправляют на экспорт. Однако из-за нехватки профессиональных кадров объемы могут значительно сократиться. Гульнар Жантасова продолжит тему. Пару лет назад в Каратальском районе под рис было отведено почти 3000 гектаров пашни. С каждым годом площади сокращались. В этом году они не дотягивают и до 2000. Не хватает специалистов по отрасли, говорят аграрии. Молодой предприниматель Арман Ахмедбаев всего три года выращивает рис. В первый год пришлось туго, утверждает он. Хорошего урожая не получилось. Семенной фонд подкачал. Пришлось привлечь ученых, которые изучили особенности климата, почву и посоветовали наиболее эффективную технологию и семена. Результаты прошлого года придали стимул для дальнейшего развития. Год нынешний тоже радует урожайностью. В среднем аграрии собирают по 39 центнеров с гектара. Государство нам предоставило лизинг, новые комбайны и четыре трактора. По мере возможности будем увеличивать тракторный парк, новые, закупать комбайны. Планирует 26-летний предприниматель и модернизировать свой небольшой рисоперерабатывающий завод. Уже на следующий год под рис здесь планируют засеять почти 800 гектаров. Соответственно, необходимо и высокотехнологичное оборудование, чтобы переработать урожай и выдержать конкуренцию. Тысячу тонн переработали, получили где-то 350 тонн риса. Рис, первый сорт, второй сорт. В этом году площадя увеличились, я думаю, объемы, наверное, тоже увеличатся. В Алматинской области рис выращивают в двух районах – Каратальском и Балхашском. На последний приходится большая часть посевов. Здесь под злаковую культуру отведено более 8 тысяч гектаров площади. Гульнар Жантасова, Ужас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Послание президента. Сегодня самая обсуждаемая тема в стране. Мы узнали, что думают и говорят сами казахстанцы о поручениях президента. Хотелось бы, конечно, чтобы не только медицинским работникам повышали, но и сотрудникам других сфер. То есть не только, кто работает в госучреждениях, а обычно даже дворникам, чтобы повышали. То есть за труд надо платить. Все сферы, в том числе здравоохранение, образование, должны переходить на электронный формат работы. Если все задуманное в ближайшие годы на 100% воплотят в жизнь, думаю, для нас, казахстанцев, это будет только во благо. Те же сейчас, смотришь, воспитатели, учителя, у них рука прикладывается к ученикам, к детям. Они уже будут осознанно знать, что камера есть, они будут более-менее лояльны вести себя. И во дворах тоже камеры установить. Ходят мужчины, взрослые, забирают детей. Вот недавно даже был какой-то в соцсетях, что какой-то мужчина там хотел забрать ребенка. Это правильно? Я думаю, что правильно. Это надо усиливать, камеры везде поставить. Уже с 1 января 2019-го все поликлиники и больницы должны перейти на безбумажное цифровое введение медицинской документации. Это позволит к 2020 году сформировать электронные паспорта здоровья для всего населения. Устранить очереди, бюрократию, повысить качество услуг. Такую задачу поставил глава государства в своем послании. Коллектив Талдыкурганская многопрофильная больница строит свою работу на основе передовых цифровых разработок в медицинской сфере. Заведующий урологическим отделением Аскар Садыков с гордостью демонстрирует коллегам суперсовременный литотриптор. Теперь не нужно будет проводить открытые операции для удаления камней. Все сделает машина, причем с малым ущербом для пациента. Таким передовым оборудованием оснащены все отделения многопрофильной больницы. Она запущена в эксплуатацию два года назад. И с самого начала здесь построена работа на основе безбумажного документа оборота. В нашей организации есть полная преемственность стационаров с поликлиниками, полный цифровой и электронный оборота медицинской документации. Идет полное усовершенствование паспортов здоровья. К нам поступивший пациент, введя его полностью данные в компьютер, мы уже будем видеть так называемую его биографию здоровья. Облегчаем для себя работу. Нынешнее послание президента народу определило дальнейшие пути совершенствования качества медицинских услуг, говорят врачи. Ну а с повышением заработной платы и сфера станет привлекательной для молодежи. К нам присоединились 12 молодых специалистов. В том числе они были обеспечены жильем. В послании президента мы услышали, что зарплата повысится. В связи с этим могут присоединяться еще новые доктора. Нам еще нужны специалисты реаниматологи, травматологи, эндоскопические врачи. В том числе и терапевты, и эндокринологи. Еще медики отметили, что отдельное внимание глава государства уделил оздоровлению нации. Повысить доступность массового спорта и физкультуры. Благодаря здоровому образу жизни у отечественной медицины поубавится работа, надеются врачи. А пока хорошей новостью для них стало и начало строительства в следующем году в столице передового онкологического центра. Ведь заболеваемость этим недугом в Алматинской области стоит на втором месте. В селе Досор от Ираусской области функционирует медучреждение, в которое приезжают врачи по программе с дипломом в село. Именно благодаря ей удалось сохранить больницу, которая была необходима жителям населенного пункта. Виктор Сутягин посетил поликлинику и узнал об инновационных методах лечения. Комплект у спортивных тренажеров реабилитационного центра поселка Досор позавидовал бы небольшой ФОК. На них пенсионеры, поначалу воспринявшие такой метод лечения в штыки, теперь с удовольствием восстанавливают здоровье. Кто-то после тяжелой болезни, как 70-летний Жумагул Асанов, кто-то просто ради профилактики. Раньше на лечение я постоянно отправлялся в районный центр Макат или областную больницу. Конечно, это было неудобно. Теперь лечусь дома. И вот почти спортсменом стал. Такой неведомый раньше для Досорцев метод реабилитации в сельской поликлинике внедрили молодые врачи, приехавшие в поселок по программе с дипломом в село. Врача общей практики Максота Базарбаева пригласили после окончания Астанинского медицинского университета. Я сразу же получил квартиру. Подъемные. А если крыша над головой, значит решена главная проблема. И можно думать только о работе. На селе она сложна и ответственна. У нас нет узких специалистов. Поэтому в экстренных случаях приходится принимать решения самому. Врачей в Досоре, где несколько лет назад стоял вопрос о закрытии поликлиники, становится все больше. Следом за Максотом в село приехали кардиолог, гинеколог и хирург. Повышение зарплаты участковым медработникам на 20%, о чем в послании сообщил президент Нурсултан Назарбаев, станет для медиков дополнительным стимулом. В свою очередь мы готовы на будущий год предоставить молодым врачам еще пять квартир. Если специалисты пожелают, то вместо квартиры они получат 3 миллиона тенге на покупку собственного дома. И, конечно, подъемные. Президент поручил довести уровень расходов на образование и медицину до 10% от ВВП. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи в разы сократит необходимость отправляться на лечение в областной центр или за пределы страны. И у досорцев, и у жителей тысяч сел во многих регионах страны. Качество медицинских услуг – важнейший компонент социального самочувствия населения. Доступность первичной медико-санитарной помощи особенно на селе. Для стимулирования работников по МСП поручаю с 1 января 2019 года поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы к управлению заболеваниями. Для этого в следующем году будет выделено из бюджета 5 миллиардов тенге. 1 января 2019 года все поликлиники больницы должны перейти на безбумажное цифровое введение медицинской документации. И эта мера, способствующая искоренению бюрократии, тоже во многом повлияет на повышение качества медицинских услуг и улучшение состояния здоровья жителей Казахстана. Виктор Сутягин, Тимирлан Судмагазеев и Жандос Рахметуллин, Атараусская область, Хабар-24. И на этом у нас пока все. Увидимся в 18.00. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok